кун это прошлый век да да скажите сколько стоит вот эта вот цепь 450 тысяч рублей если она идет цельно с пластином 100 600 тысяч рублей вот этого звездочка которая соответственно при блокировке срабатывает соединяет 3 вот это хорошая вещь он может крутиться столько сколько ему отличие от 590 от 592 582 есть ли отличие вообще но вот изъявили желание по пресс-подборщику рассказать поднимите крышечку или она закрыта понятно что это за пресс данный пресс соответственно также москве кервисом и москве красивый логотип какой рулон делает размер метра 20 метра 20 фиксированная камера вот камера вальцовая прежде чем говорить о пресс-подборщике хочу рассказать что это за пресс-подборщик давайте хороший производитель данного пресс-подборщика я думаю что специалисты в пресс-подборщиках должны знать но здесь просто колесики и зафиксирован сейчас валяться должны знать такую фирму белгер есть в или белки или это так тоже хорошая компания призову призов которая производит молочное оборудование она небольшой период владела этим заводом в 2017 году как корпорация к выкупила этот завод улели и теперь это все поставляется соответственно наших цветах а является соответственно нашим то есть мы с фергуссона и леле одно и то же нет нет я же говорю белки и леле это разные вещи а белгер это завод понял его купили сели а в элгер алили а вот а мы у леле вы купили этот завод так ну давайте про прессу получается редуктор раздое на две части здесь основная часть цепь и звездочки на две стороны да здесь соответственно преимущественно это главный редуктор power split он так и называется велгер он не на производство нашем заводе это не маленький такой редуктор как у других а система защиты как сделано есть там какой-то есть сервисной бог нет здесь продолжаем открыли крышечку здесь есть очень много систем защиты на кардане и на подборщике она из самых основных защит то что нет ни у кого вот звездочка с муфты свободного хода что она дает а дойте фар не слышали такого слышали нет ли там такой системы из подборщиков нету им раньше производил производила компания кверниланд а потом уже гонг верниланд да все нет такого этого нету за чего у них ломает редуктор что зачем она нужна вообще когда у нас проходит масса вот камера уже полностью заполнена если мы работаем сенажной тяжелой массы там он может до тонны бы он понятно ответственно если у нас происходит блокировка ротора что произойдет все встанет конечно а по инерции это тоже продолжать крутиться она будет все вот весь привод этот крутить и соответственно идет нагрузка на тот же редуктор чтобы происходит поломки чтобы этого не происходило вот это вот звездочка которая соответственно при блокировке срабатывает муфта соединяет привод от хорошая вещь он может крутиться столько сколько ему нужно хорошая вещь до конца вот это замки здесь есть на подборщике мощные здесь стоят датчики к по которым мы можем регулировать да в этот плотно давление плотность и давление справа или слева для того чтобы построить чтобы у нас еще момент что то есть там типа такого чтобы здесь пола нет если мы говорим о откидном поле это на машинах с измельчением это присутствует это это ротор но без измельчения сколько такая простенькая модель примерно будет стоить не ну плюс-минус но тогда мы скажем джон дир и класс дороже или дешевле одинаково примерно да а кроны они дороже крона дороже да нет таких машин ну вот не знаю вы смотрели нет есть youtube канал этот кфх ярофорт они недавно взяли 50 евро по скидке ну какой у крона немножко своя концепция пресс-подборщиков хорошая качественная машина на не планка ну да у них нет ни вальцов у них только сейчас а чем лучше вот вальцы от планок и от ремней меня на плюс минуты побыстрее планка она эти местами она прессовать не будет а получается менее такой ну плотный рулон но если мы уже будем нагружать планку планки разные бывают но все равно они будут определенные пределами она понятна их просто будет выгибать это давалец это делать не будет поэтому это очень мощная машина кидова вальцы говорят тут проворачиваются не проворачиваются здесь вопрос опять же с каким материалом работают и как они работают здесь кстати вальцовая камера специальная она спиралеобразная то есть рулон все равно получается метр двадцать но когда она работает он как бы мешает этот рулон здесь прессование идет еще выше но если говорить про чтобы рулон равномерно и правило и как сторона не право здесь вот надо вот одной стороной ходишь этой стороны понятно это на всех вот ремень разница то что мы прессуем именно от серединки он сжатый вот и только тогда у нас разжимается здесь мы можем любую плотность выбирать но лучше как вот лучше ремен на вальцовый пресс чем большой или они дороже идут ременные по качеству рулонов буду делать лучше если мы будем говорить да там про качество и они дороже вот на сколько процентов примерно не дороже от от просто вальцов от 10 там до 20 вот нужно понимать здесь немножко совсем своя специфика своя работа фиксированная камера она сначала должна набиться а потом происходит ну да поэтому серединка там немного рыхленькая получается вот а у изменяемой камеры ременной именно ременной такого не происходит это я полностью согласен а для чего идет ремень для какой массы для для чего идет валец для какой массы и цепь для какой массы или это все универсальные пресса что универсальность опять же если мы хотим вот если мы будем говорить о соломе или давайте о соломе да уже самый тяжелый больше соломы соберем на ремнях вот будет плотность хорошие там да там мы больше просто уберем процентов как минимум на 20 с помощью ремней чем с фиксированной камерой если говорить о сенаже то здесь будет как я уже сказал на фиксированной камеры там серединка будет не сильно да там плотно а вот на ременной она прям будет туда вот блин ну конечно есть у вас тоже можно ознакомиться да да у нас это все есть на сайте это все представлено как ваша компания еще раз повторить и самая лучшая компания до прихарите тракторов комбайнов ну и также оборудование все спасибо все вам спасибо ну вот мы подошли к пресс-подборщику фэнд вообще в компании к этой стоит пресс вот как мне объяснили это тоже самое что массе ferguson и по цене и вообще только цветом отличие идет ну что из отличительных особенностей то что я увидел здесь в этом прессе стоит ротор с измельчением увидите и также видите на всех новых прессах вот такая штучка есть которая открывается если масса забилась она открывается и эту массу проворачивает она выкидывается дальше также замки стоят ну очень сильно не похожи эти пресса автосмазкой на каждый подшипник идет по стоимости они плюс-минус одинаково что тут еще вальцы ребристые но это в принципе они сейчас у всех такая последнее поколение обмотка видео у них уже идет сетка это это стандарт а опция идет это шпагат то есть раньше было это стандарт шпагат а сейчас уже стандарт эта сетка идет можно здесь это сниму а какая здесь ширина подборщика 2 2 10 на 2 а 2 4 до 2 24 колес повышенного давления это сейчас у всех стоит да и вот здесь прошло нам представитель завода массе ferguson говорил вот специальная штучка чтобы нагрузку снимать цепи звездочки все одно и то же так что если вы надумаете приобретать пресс или тот или тот в принципе одинаковые тут надо смотреть по запчастям скажите а по воронежу поворот по под чернозем и представлено вообще запчасти на них найти тяжело нет по ценнику писе этот массе ferguson и запчасти стоимость одинаково все то есть с того снял на этот поставил взаимозаменяемыми а еще какая сказал его или одинаковый фэнт и массе ferguson все понял одним словом вот еще есть компания вэля и массе ferguson фэнт входит в группу компаний лейли а лейли до этого принадлежала в элгеру немецкой компании и сейчас она какой-то другой принадлежит ну короче по факту это все одно и то же вот так идем дальше по ценнику в районе 56 тысяч евро вот этот именно пресс стоит вот как выяснилось фэнт валтро и массе ferguson это один бренд грубо говоря забираются на заводе они во франции вот как мне подсказали и по факту больших отличий вот особенно в алтро и массе ferguson никакого нет добрались мы до пресса джон диро все мне интересно было его снять в чем отличие 560 м видимо это самая последняя модель чего из отличительных особенностей широкий подборщик у него наверно больше двух метров 2 10 на где то вот это уже такая штучка спереди пошла интересная в принципе у всех прессов ставится дальше ротор вот такой сделан у него по бокам ага ротор идет вместе с боковым шнеком то есть вот технология как я говорил примерно у дойч фара вот они короче ну переделали видимо чтобы вы запатентовали по-своему но под по типу тоже самое идет вафельная перфорация ремней вот они ремни оригинальные джон дировский вафельная перфорация видимо так же 9 миллиметров идет как как обычно стоят замки на нем и модель 560 видимо подразумевает это до метр шестидесяти ширина у них у всех стандарт идет это метр двадцать колеса повышенного давления широкие чё сетка шпагат обмотка шпагат не знаете делать нет сетка шпагат делать откаточки сзади нету так а это чуть-то тут прикандабили как-то интересные ремни не знаю сами что сделали ну короче завода вот на ремнях вот здесь идет ну понятно что может ничего не терла принципе наш человек додумал так ну здесь в принципе все по стандарту открыть закрыть крышку сейчас мы сюда на кнопочку нажал открыл вот конечно европейская техника вы видите что говорит вот такого плана это будет самый последний пресс-подборщик и ребят ну по честному признаться отчета тут не смог и добиться правда и видимо он идет не ременно-вальцовый а просто ременный да он просто ременно идет вот такой пресс смотрите сами отличие от 590 от 592 от 582 есть ли отличие вообще кардинальный забыл добавить примерный ценник что-то тут как-то тоже стесняются все а кстати тут регулировка видимо плотности тоже также сделано такой вид распределитель по ценнику в районе 60 тысяч евро а а вот сзади вот большие тюки делает бих пахи этот примерно в районе 160 170 плюс-минус мне сказать будет стоить к тому чего мне интересно ребят вы не обижайтесь идем кроны ну вот это вот эта машина насколько я знаю сколько она там силос она делает как это крутая наверное про нее не буду спрашивать а вот по прессе куба интересно было узнать что может сказать дистрибьютор официальный что я сам вижу так ну что автосмазка стоит стоят замки увидите кроны кс 125 один в один такие же модель там 30-летние все то же самое стоит ротор по бокам шнеки конечно для этого года для этого производства это уже старая вещь вот эти шнеки боковые они забиваются на вас на длинной массе их потом на чистить ротор хороший ротор ребят ноги для 2000 года да он надежный базара 0 крон вот я так сейчас отошел от джондира подошел крона джон дир мне больше нравится из нового если взять джон дир больше соответствует новому веянию чем крона так она насколько я понимаю цепь и планка у нее идет уже ага нет здесь просто цепь идет просто цепной ну это обычная модель обычная модель без заморочек в принципе надежная форте моев 1250 да ну и в принципе чё простая вообще модель колеса узенькие здесь конечно можно было поставить и широкие колеса для давления чтобы почву не резать потому что он же плотно набивает тоже под 300 килограммов может быть и модель 1250 насколько понимаю это рулон делает он метр-двадцать на метр-двадцать что-то представителей здесь нету ну куда то наверное может ушли тут тоже люди жарко и в принципе вот ребята к чему видео то вот бушная крона и новая крона ну вообще отличие нулевая есть да там они ременно планчатый но вы знаете сколько это планка стоит это просто космос здесь вот эти вальцы которые на на всем бункере ой не вальца цепь вот эта которая на всем бункер она тоже стоит вообще мама не горюй конечно модель кр-25 легендарнейшая модель дальше которые пошли они уже идут дороже я вижу крона вон он крона рулонный пресс вот вот этот меня интересует тут манитушка стоит манитушка хорошо принципе сами себя уже давно зарекомендовали но видите вот сейчас пошли последние с большой электроникой когда особенно зерно грузит зерно попадает в элементы где-то есть этот провода мыши грызут эти провода и получается так что короче электроника накрывается а стоит она страшных денег не просто бешеных она страшных денег она это бих пах бих пах дать сейчас узнаем сколько он стоит ради интереса так их пах стоит все 170 тысяч но в принципе как и джон дир то же самое дальше с пройдем посмотрим вот он есть крона рулонной цепи у него уже идет прорезиненная прорезиненная цепь вот этот пресс конечно интересен f155 xs не знаете сколько рулон он делает до метра 55 максимум ширина метр двадцать евро стандарт да понятно да я понял уже так здесь у него стоит ротор с измельчителем он наши вылезли здесь по бокам шнеки видите вот как еще не перешли они на центральный снег чтобы все вместе был потому что все уже начали снег и ротор делать одним целым вот так вот ага редуктор у нее на две стороны раздвоен вот это хорошая вещь и насколько я знаю в этих прессах уже вот здесь вот эта вот штучка если забивается опускается дельная очень вещь вот мы видели в каком прессе это было в массе фергусин такая же тема но здесь укромно получать забивается напускается массу прогонять дальше поднимает поехал не надо это у нас они это взяли у вас да конечно ну вот ведь так центральная смазка на она подходит на подшипнички еще до на подшипнички подходит вот этот хороший жиклеры выдают на я поздно откатка взади ага он идет цепной вальцовый пресс вот последний все пресса уже идут насколько говорил или ременно вальцовый или цепно вальцовый вот у него получается вальцы они специально сделаны для чего вот эти вот планочки для того чтобы масса особенно солома захватывалась чтобы она не скользила внутри хотя у цепных прессов это уже они и это как и уже давным-давно там нормально все работает здесь видите потоньше потолще то есть как бы что-то тут продумано скажите сколько стоит вот это вот цепь 450 тысяч рублей то есть это полником она вся то стоит именно именно ремень если она идет цель нас пластинка не зачем они нужны но смотря для чего вы да хотите если у вас например подшипника заживала и началось именно с чувствами вот именно ленты то это стоит я 450 тысяч поим по ценнику сколько он стоит вот такой вот пресс примерно но вот и нравится мне где он ценник данного и 155 40 50 50 а это сейчас по скидке он у вас идет дальше там не говори мне говорили что там подорожь там бренд 55 48 тысяч а из практики именно сам сам возможно снимать а можно вас снимать дома камер сам именно транспортера ременопланчатый его меняют исключительно только на капремонте сколько это сколько он ходит примерно мы 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 сравниваем сейчас с моделью qr старый такой двухтысячный годовный установки у него три года отходит внутри сезона это сколько рулонов примерно по 10 тысяч рулонов сможет он сделать сезон 30 тысяч рулонов понял на него какой-то пульт идет не идет или он чисто механически есть он ставится в кабину да я понял он на сенсорной все там смотришь рулон как он набивается с какой стороны он на механический он становится машине и передает основные вот если вот ну как я вот прошелся посмотрел основные чем отличие массе ferguson хороший из того что есть джон гир и вот этот пресс крона плотность прессования то есть здесь очень плотно будет на прессов но я как бы согласен джон диро тоже будет плотность прессования хорошего тут вопрос у него статичный размер 1 7 он и родной тоже площади джандир вот этим вот эта машина джандир сделает 10 тюков а это сделает 6 почему из-за плотности прессования а почему именно потом урок рулонный пресс временно он формирует рулон с самого нуля там будет тоже плотный рулон вы сами тоже согласились вы даже пальцы не сможете засунуть не но то что крона плотно прессует вопросов нет это я знаю да и видите он по последней техники сделаны ременно цепной время от вальцова цепной и вот это конечно очень похвально так что вот такой обзор практике было у крона ну как бы на разработке был у кроны такой пресс чтобы именно не останавливается на выгрузке тюка то есть была удлиненная камера именно вот мини стоп называется да 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 чтобы именно вот этот момент ну все сам хозяйство каждой минуты дорога да вы понимаете особенно когда именно пресс останавливается и выгружают понял так колеса здесь широкие широкого давления но ребят вот все при мне здесь стоят я как бы ни от кого не оттаиваю чё могу сказать массив фергусон конечно рядом не стоит фэнт там это вообще второсортные прица по моему мнению джон дир джон дир или крона конечно вот это крона выигрывает джон диро но говорят сейчас новые джон диры пошли тоже ременно вальцовые такого я здесь не увидел это самый последний такого здесь нету вот крона среди всех по данному по моему мнению будет наверное лучше хочу добавить страны запасных частей то есть это распространенная модель под которую мы обязаны просто и в наличии хотим и обязаны держать именно те запасные части которые часто выходят из строя мы проводим определенную аналитику по началу года да какие пресса с какими по рекламу будете делать как вас зовут представьте меня зовут константин орловский я начальник отдела запасных частей в воронежской области как компания ваша называется агростатные все как повторить еще а если кому то интересно можете вот обратиться для приобретения нового пресса города город бобров улица 22 мера дом 2 вот правильно все спасибо за обзор теперь а а рулон здесь изменяемый до 123 125 в зависимости от того как вы будете не 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 падать подождите он делает здесь метр пятьдесят пять здесь рулон 123 25 высотой до высоту он рулон на выходе получается от 1 25 до 1 55 на сетка вставляется от 1 23 но его самого можно выставить там например метр двадцать или метр пятьдесят можно сделать такой чуть побольше поможет 23 метр двадцать пять зависимости от того как вы хотите чтобы ваши края закатывались понятно понял то есть он стационарный неизменяемый рулон будет одинаковый всегда камера сама она изменяемая но рулон будет по ширине 123 или 125 он ширина высота он поди по диагональ по диаметру будет или 122 125 155 по высоте он или метр двадцать или метр пятьдесят но плюс-минус но сам там выставляешь какой же понял именно сетку который вы то заправляете 123-125 понял понял а то есть метр пятьдесят он не сможет обмотать или как ну я думаю это будет некорректно понял а как же вот тогда если вот метр пятьдесят я вас не сделал как его рулон то сделал я вам тут вопрос не но технологически я думаю как то есть то что заправить можно как она будет плотать это вопрос вопроса купил кстати две косилки кроны и он очень в восторге говорит кун это прошлый век да да чем она хороша обосновать и давайте давайте начнем с режущего бруса мало того что режущий брус все механизмы находятся в масляной ванне я слышал груз неразборный еще одна самая важная отличительная особенность при попадании при попадании какого-то механического предмета срабатывает штифт отключается один механизм все остальные узлы этого режущего бруса работают замена этого штифта занимает ну буквально там 15 минут дорогая процедура нет штифт стоит буквально там 17 рублей ну понятно да самый дешевый срезной штифт обычный обычная вены срезной штифт а на сколько он идет не знаете 14 это специальный металл или какой-то можно позволить любой про срезные болты про это отдельная история не рекомендуем устанавливать аналоги мы рекомендуем так как дилеры кроны мы рекомендуем короче покупаешь косилку и сразу возьми ремкомплект на всякий случай если вы работаете по полям каменистым каменным с каким-то металлическими предметами там либо выше лес я рекомендую взять ну 56 резных механизм так это она получается прицепная косилка на колесах механизм плющеня резиновый резиновый он не просто резиновый он полиуретановый но их же там несколько бывает одни такие одни такие в чем его особенность он цельно литой вот это хорошая вещь на он цельно литой данного вальца хватает на пять шесть лет эксплуатации а наварки потом нет никакой нельзя сделать или чисто покупать сожалению нет к сожалению нет данные вальцы могут регулировать по ширине и пирожать до степень сжатия все верно также может устанавливаться бильные вальцы могут устанавливаться металлические вальцы но в данной концепции установлены именно сколько здесь ширина косилки это еще и на захвата 3 2 метра сколько она стоит стоит порядка 30 тысяч евро в сравнении с куном например что дешевле что по запчастям лучше и по производительности покупая косилку кроны сырай 320 вы покупаете себе надежного партнера и надежного помощника в кошении и производительности эта машина может работать на скорости более 20 километров в час закрывает порядка 220 гектар за смену за рабочую смену поверьте это очень и очень производительность спасибо не буду вас больше задерживать меньшими денежными затратами спасибо за обзор вы человек занятой очень хорошо снято профессионально ну что веселые ребята по кроны все рассказали все супер короче по мнению крона лучше кун хуже ну ребята конечно вам судить я сам не знаю не могу сказать но как я смотрел обзоры постоянные там долго то что очень они похожи по металлу куновской техники нашел человеков тоже можно было бы в дискуссию вступить но тут уже не до этого прогнали как хорош а тут это слишком много снимаешь много снимаешь о попался на глаза пресс-подборщик верниланд сейчас подойдем с нему просто быстро вот он пресс-подборщик верниланд чем он отличается так замков нет у него значит что широкий подборщик это понятно видимо тут стоит просто подающая подающая граблина и по бокам шнеки ну видимо простенькая модель она идет вальцовая вальцы такое тоже неплохие мне кажется это дешевый дешевый пресс-подборщик автосмазка также стоит на каждый валец на каждый валец нет только просто на цепи такой пресс ну ребят ничего такого не могу сказать идти и по цене узнавать тоже не буду не знаю не могу ничего сказать про него хорошего и прям эталонного принципе пресс как пресс технологии двухтысячных годов идем дальше идем дальше снял я быстренький обзор ребят набрался сил пошел второй раз пошел третий все закончил хорош больше снимать не буду идем заключение насчет выставки хорошая выставка походить посмотреть можно интересно что мне понравилось мне понравился джон дир вопросов нет джон дир есть джон дир лидер понравился рост сельмаш на высоком уровне они сейчас начали выступать видите даже по комбайнам сам джон диро вот парень говорит что сильных отличий нет ну как я сел конечно разница есть именно вот в качестве вот именно в комфорте по пресс подборщиком что но равных кроны и джон диро нету джон дир попроще джон дир не ремен на вальцовый он просто ременный он попроще в обслуживании будет по работе плюс-минус также рулон поплотнее будет бить хотя кроновцы говорят что их не будет плотнее ну тут знаете каждый свое крона 30 тысяч рулонов цепь менять за 500 тысяч у джон диро на 60 тысяч рулонов хватает ремней я уже об этом говорил и ремни не таких больших денег стоит там замена наверное общая будет 1300 200 250 300 тысяч то есть и ломаться там меньше чему есть а там получается если и цепочку и по резиновой эти планки это блин под 600 рублей надо все это замену делать ну ребят чё не буду не буду отходить от темы так что вот такой вот обзор если вам понравился спасибо за внимание долго конечно я снимал ходил так что всем приятного было что просмотра кстати но рекламка да мы занимаемся бушной техникой и прессами и всем чем можно если интересно звоните телефон на экране так что вот так а если кто-то новую хочет вот я уже снимал сегодня там ребята говорили как компания называется все пожалуйста ищите в интернете обращайтесь никто ни от кого ничего не скрывает все до свидания